Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного в студии Анны Литвинова и вот о чем я и мои коллеги расскажем вам в этом выпуске. Операция с Новым Годом. Молодой зареченец был задержан при попытке кражи елки. Заметил факт повреждения, так скажем, в кавычках, хранилища для елок и молодого человека, который эти елки оттуда вытаскивал. 23,5 литра крови и 9 тысяч рублей на новогодние подарки нуждающимся детям. В Заречном прошла благотворительная донорская акция. Тем, кто болеет тяжелой онкологией и все прочее, им всегда нужна кровь. Новогодняя сказка для детей. В Театре юного зрителя начались праздничные представления. Новогодние шары лучший дар для детворы. Хрупок, сказочный и елок этот праздничный. Праздничный! Большая пресс-конференция – это ставший традиционным формат общения главы государства с журналистами России и с представителями ведущих мировых СМИ. Эта встреча – 12-я для Владимира Путина и первая перенесенная из-за прощания с российским послом, убитым в Турции. Пресс-конференция главы государства стала рекордной еще до начала. В качестве участников мероприятия зарегистрировались почти полторы тысячи представителей СМИ. Основными темами стали вопросы внутрироссийской жизни, экономика, социальная сфера, развитие отечественных вооруженных сил. 12-я ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина продолжалась 3 часа 50 минут. Не побив рекорд по продолжительности, она стала одной из самых насыщенных по количеству вопросов. Глава государства в течение почти 4-х часов успел ответить на 62 вопроса. Перейдем к другим темам. Ситуацию с наркоманией, пьянством и преступностью в Заречном обсудили на 4-м в этом году совместном заседании городской антинаркотической комиссии Совета по профилактике правонарушений и комиссии по профилактике пьянства и алкоголизма. Заведующий Центром психоневрологии и наркологии Александр Бусыгин сообщил, что ситуация с наркотизацией остается весьма тревожной. В медико-санитарной части номер 59 на учете состоит 166 человек с диагнозом наркомания. Однако фактов смертельных исходов в результате передозировки наркотическими средствами в этом году не зарегистрировано. По оценке специалистов, по уровню наркотизации Заречный занимает третье место в области после Кузнецка и Пензы. За 12 месяцев в отдел полиции поступило 60 заявлений и сообщений о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Было возбуждено 30 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято около 46 граммов наркотических средств. Более 90% изъятых наркотиков – это так называемые спайсы и соль. Полицейские составили 24 административных протокола, 21 по факту незаконного употребления наркотических средств, 1 по факту хранения наркотиков и 2, связанных с незаконным культивированием конопли. Совместно с контролирующими органами и органами местного самоуправления создана рабочая группа по обработке мест реализации алкогольной продукции. Проверены все 83 торговые точки, реализующие алкогольную продукцию. В ходе проверок было выявлено 6 нарушений. По двум фактам составлены административные протоколы. По одному возбуждено уголовное дело. Один материал направлен для принятия решения в Роспотребнадзор. В уходящем году полицейские выявили 5 преступлений на алкогольном рынке. Из них два дела рассмотрены судом. Виновные осуждены. Два дела находятся в суде, одно в производстве. По результатам мероприятий по мониторингу объектов потребительского рынка представителями администрации и общественных организаций возбуждено одно уголовное дело по факту реализации контрафактной алкогольной продукции. Зафиксированы факты продажи спиртного в запрещенной для реализации время. Установлен один факт реализации алкогольной продукции с поддельными акцизными марками. Вопросы сегодня рассматривались острые и очень приятно осознавать, что совместная работа всех членов комиссии и вообще всего города, я бы сказала, всей системы профилактики привела пусть к небольшим сдвигам в лучшую сторону, но они есть. Вопросы очень серьезные, трудные и даже небольшое улучшение мы считаем хорошим результатом. Хочется сказать огромное спасибо нашим жителям активным, которые проявляют неравнодушие к такому серьезному вопросу. Премьер-министр России Дмитрий Медведев согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой на месяц приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25%, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей. Глава правительства выразил надежду, что ведомство просчитало все последствия такого решения. Он напомнил, что в настоящее время готовятся системные меры, направленные на упорядочение оборота спиртосодержащих жидкостей в целом. Если вы считаете, что это решение сейчас оправдано, тогда, наверное, нужно принять постановление Роспотребнадзора и Санэпидемнадзора, ну и следить за тем, каким образом оно реализуется в преддверии больших новогодних праздников, цитирует премьер-министра Интерфакс. Зареченский полицейский пресек попытку кражи. Он задержал вора на месте преступления. Молодой житель Заречного вместо того, чтобы купить главное украшение новогоднего праздника, попытался незаметно утащить красавицу елочку, проникнув на склад, с чем и был пойман на месте преступления, рассказывает Наталья Елистратова. Этот Новый год один из жителей Заречного запомнит надолго. Желание украсить праздник пушистой елочкой вышло ему боком. Поздно вечером на улице Ленина молодой человек обратил внимание на неохраняемый склад с елками, сломал ограждение и проник внутрь. Но уйти незамеченным не смог. Привлек внимание проходящего мимо полицейского. Проходил к себе домой и заметил факт повреждения, так скажем, в кавычках, хранилища для елок и молодого человека, который эти елки оттуда вытаскивал. Данный факт он, соответственно, пресек. Как страж правопорядка сообщил в дежурную часть, на место выехал следственная оперативная группа. Предприниматель, который занимается продажей новогодних елок, узнал о происшествии от полицейских. Утром ему пришлось заниматься ремонтом торговой точки. Все восстановимо, но ущерб нанесен. Пришлось еще поработать, восстанавливать пришлось. Вот так все, слава богу, жители бдительные, милиция реагирует своевременно. По факту происшествия проводится проверка. Полицейским предстоит дать юридическую оценку действиям злоумышленника. После чего ему будет предъявлено обвинение. Молодому человеку грозит административное наказание сразу по двум статьям. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Утром 23 декабря на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в Зареченском доме ветеранов. К месту пожара выслали 10 единиц спецтехники. В комплексном центре социального обслуживания населения были проведены пожарно-тактические учения. Такие тренировки регулярно проводят на объектах с массовым пребыванием людей. За действиями сотрудников МЧС наблюдала Ксения Тризна. По адресу Маховая 46 в доме ветеранов, пожар на четвертом этаже, комната 12, дежурный сторож Вильцево. Пожарные незамедлительно выезжают на вызов. Тревога, к счастью, учебная. Жизни людей ничто не угрожает. Комплексный центр социального обслуживания населения стал местом тренировки сотрудников МЧС. Это один из самых сложных социально значимых объектов Заречного. Главная особенность – это то, что здесь круглосуточное пребывание людей, в том числе людей, скажем так, преклонного возраста и маломобильных, которым нужна помощь при эвакуации. После срабатывания сигнализации сотрудники комплексного центра начали самостоятельную эвакуацию. Они постарались вывести всех, кто находился в здании. Но на четвертом этаже остались пострадавшие. Их поисками занялись пожарные. Сотрудники газодымозащитной службы вывели из огня двух человек. После этого пожарные приступили к ликвидации возгорания. Оно началось на четвертом этаже, поэтому для подачи воды пришлось использовать автолестницу. Огонь охватил участок площадью 30 квадратных метров. В ликвидации возгорания приняли участие 26 сотрудников МЧС. Они задействовали 10 пожарных автомобилей. Основная задача была выполнена. Условный пожар успешно потушен. Люди эвакуированы. Пожарно-тактические учения в комплексном центре социального обслуживания населения стали завершающей тренировкой в уходящем году. Впереди у сотрудников МЧС трудовые новогодние каникулы. Во время праздников они будут работать в усиленном режиме. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». В «Заречном» подведены итоги выполнения годового плана капитального ремонта многоквартирных домов. Какая работа была проведена в зданиях, кто ее осуществлял и в каких домах намечен капремонт в 2017 году, нам расскажет начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи городской администрации Дмитрий Огольцов. Интервью с гостем смотрите в конце выпуска, а сейчас перейдем к другим темам. В «Заречном» прошла донорская акция, благодаря которой было собрано 23,5 литра крови для детей, находящихся на лечении в областном онкологическом диспансере. Сдать биоматериал жители нашего города могли в передвижной станции переливания крови, которая работала на площади УДК «Современник» в течение 4 часов. В донорской акции, организованной региональным благотворительным фондом «Неравнодушные сердца» и городским клубом стратегического развития при поддержке администрации Департамента культуры «Заречного» кровь сдали 50 горожан. В очередной раз участие в благотворительной донорской акции приняли и сотрудники телерадиокомпании «Заречный», рассказывает Елена Степкина. Оператор телерадиокомпании «Заречный» Владимир Полищук – постоянный участник донорских акций. В «Заречном» их организует региональный благотворительный фонд «Неравнодушные сердца». Второй год горожане сдают кровь для детей, находящихся на лечении в областном онкодиспансере. Если есть возможность помочь кому-то другому. Почему нет? Процедура совершенно несложная, совершенно непереживательная. Ну что сложного, если только не завтракать с утра? Перед процедурой сдачи крови все доноры заполняют необходимые анкеты, в которых указывают сведения о состоянии здоровья на сегодняшний день, отмечают имеющиеся хронические заболевания и сдают кровь для определения уровня гемоглобина. Доза кровоотдачи для каждого донора составляет 450 мл. Процедура сдачи занимает не более 15 минут. Есть максимальное время, отведенное на проведение процедуры кровоотдачи. Это составляет порядка 15 минут, потому что после этого времени кровь теряет свои полезные качества. Передвижная станция переливания крови начала работать в Заречном в 9 утра. К этому времени уже зарегистрировались порядка 60 желающих сдать кровь. В основном пришли горожане, которые не первый раз участвуют в донорских акциях, но были и новички. Я очень давно хотела поучаствовать, но у меня все не получалось. Я то деток ждала, то кормила их, поэтому нельзя было сдавать. А сейчас вот наконец-то можно, и детям можно помочь. Тем, кто болеет тяжелой онкологией и все прочее, им всегда нужна кровь. Поэтому лишнее это никогда не помешает. Ну и для своего организма тоже это очень полезно сдавать кровь. Рядом с передвижной станцией переливания крови организаторы установили ящик для пожертвований. Все желающие смогли внести свой вклад в сбор средств, необходимых для покупки новогодних подарков детям. У регионального благотворительного фонда «Неравнодушные сердца» много подопечных. Ребятам, находящимся на лечении в онкологическом и туберкулезном отделениях, сладости уже заготовили. Подарками планируют порадовать и других малышей, которые тоже ждут чудо в самый волшебный праздник. Мы хотим очень помочь умственно отсталым детям из Макшанского. Мы хотим еще туда. Там 300 детей, поэтому очень много. И естественно, помощь сколько сможем. Передвижная станция переливания крови работала в Заречном 4 часа. За это время сдали кровь 50 человек. Всего собрано 23,5 литра биоматериала. На покупку новогодних подарков детям зареченцы пожертвовали почти 9 тысяч рублей. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Театр юного зрителя начал радовать зареченских ребятишек новогодними представлениями. Актеры ТЮЗы подготовили насыщенную программу. Театральные попури, конкурсы и представления у елки с участием сказочных персонажей и, конечно же, главного новогоднего волшебника Дедушки Мороза. Подробнее Ксения Тризна. Новый год не наступит, Дед Мороз не придет, зима будет длиться вечно. Так вкратце выглядит сценарий игровой программы для детей в театре юного зрителя. Старый год совершенно не хочет уходить, поэтому вместе со снежными бабами создает организованную преступную группировку. Подельники решают остановить время, чтобы праздник так и не наступил. Давайте остановим время с помощью волшебного чердила. Подпишем по заклинаниям и все. Готово. Ну а ты, душа черная, как думаешь? Я думаю, что все это не наверняка. Ложь убивает топовал. Снежные бабы изо всех сил старались сбить юных зрителей с толку, запутать их. Несмотря ни на что, дети прошли все испытания и разгадали хитроумные загадки. Новогодние шары – лучший дар для детворы. Хрупок, сказочен и ярок этот праздничный. За команду «Добра» играют «Зайчик» и, неожиданно, «Баба-яга». Они и прогнали злодеек, и провели для ребят свои конкурсы. По случаю праздника детям разрешили подняться на театральную сцену. Приготовились! Начали! Кто из персонажей на сцене особенно понравился? Мне «Зайчик». Мне тоже такой веселый, активный. И бегает туда-сюда. Ставил очень хорошее впечатление, мне очень понравилось. И постараюсь сюда еще прийти. Вместе со зрителями, сказочным персонажем удалось справиться со всеми напастями. Новый год придет, а значит, можно смело загадывать желания. Я хочу, чтобы все были здоровы, просто счастливого настроения, хороших подарков. Ну и так все хорошо. Хочу, чтобы еще раз так было, еще веселее. После представления для ребят провели дискотеку. Такие игровые программы будут организовывать до 27 декабря. А в новогодние каникулы ТЮЗ приглашает и взрослых, и детей на любимые спектакли. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». В «Заречном» продолжаются спортивные и новогодние состязания. Очередные соревнования на призы Деда Мороза прошли среди каратистов. Площадкой проведения новогоднего турнира стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Лесной». Участниками спортсмены детско-юношеской спортивной школы в возрасте от 6 до 13 лет. Юных каратистов поддерживала Наталья Елистратова. Более 50 юных каратистов приняли участие в городском турнире на призы Деда Мороза. Новогодние соревнования проходили в двух программах – ката и кумиты. На этом соревновании, в первую очередь, это праздник для всех учащихся дюйш в отделении каратэ. Новогодний турнир – это, естественно, приз Деда Мороза, это подарки детям, в первую очередь. И многие юные спортсмены, которые выступают, некоторые в первый раз выступают, это набирает опыт соревновательный. Воспитанник секции каратэ Максим Голованов – призер всероссийских соревнований. В своей победе на городском турнире он не сомневался. Главное – не сдаваться и работать на противника, морально и физически. Соперники сильные у тебя? Да нет, я бы не сказала. Уровень у них ниже, чем у меня. Каратистка Виктория Баринова также рассчитывала на победу в новогоднем турнире. К соревнованиям она готовилась. Не пропустила ни одной тренировки. Делаю хорошо и получается, выживала и выигрываю. Сладкие подарки от Деда Мороза достались всем участникам соревнований. Победители и призеры новогоднего турнира получили дипломы и медали. Наталья Елестратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Воспитанники детских садов продолжают бороться за победу в третьей городской спартакиаде дошкольников. Преодолен еще один этап соревнований. Четвертым испытанием для малышей стали веселые старты. В них соревновались 12 команд. Каждая участвовала в пяти стафетах. Состязания проводились в два тура – отборочный и финальный. В итоге за призовые места боролись сборные детских садов номер 7, 15 и 17. За каждую стафету командам начислялись баллы. Оценивались скорость и правильность выполнения заданий. По результатам соревнований две команды набрали одинаковое количество очков и поделили первое место. Золотые награды завоевали воспитанники 7-го и 15-го детских садов. Спортсмены из 17-го комбината заняли третье место. Следующим этапом городской спартакиады дошкольников станут прыжки через скакалку. Соревнования запланированы на конец января 2017 года. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после которой встретимся с гостем. Сегодня им станет начальник отдела администрации города Заречного Дмитрий Огольцов. Не переключайтесь. Внимание ярмарка! Мужская, женская, кожаная обувь. Производство «Россия» и «Беларусь». От 690 до 1990 рублей. 25 декабря. Город Заречный. ДК «Современник». В Новый год во всем новом. Принеси свою старую куртку, шубу или дубленку и получи внушительную скидку на новую. Лалэ Антилоп. В Новый год с подарками от Прайма. В декабре в магазине электроники и бытовой техники Прайм новогодняя распродажа. Получите скидку до 15% при покупке нескольких товаров и 5% в подарок. Подробности об условиях акции уточняйте у продавцов-консультантов или на сайте www.primedefispenza.ru Магазин Прайм. Торговый центр «Дубрава», второй этаж. Телефон 655-222. Бесплатная доставка до квартиры и беспроцентная рассрочка. С 23 по 28 декабря в «Оптика Пенсне» традиционная новогодняя распродажа. Скидки до 70%. Подробности у консультантов. Подводим итоги 2016 года. Что сделано в атомной отрасли, что достигнуто, что еще предстоит. Самые яркие события минувшего года. Смотрите в среду в 20.00. Компания «Сеньор Потолок» поздравляет всех с наступающим Новым Годом и дарит вам новогоднюю скидку 50%. Звони сейчас и записывайся на бесплатный замер. 988-888. 988-888. Звони. В Новый Год мы ждем чудо, но боль может испортить праздник. Артрит, артроз, остеохондроз. На помощь придет магнитное поле «Алмак-01». «Алмак-01» – полезный подарок. «Алмак-01» с максимальной скидкой. В аптеках «Фармтрейд», «Вита» и «Центральная». Еломет. Театр юного зрителя приглашает. С детьми вы можете посмотреть спектакли «Зимние сказки», «Снегурушка», «Аленький цветочек», «Приключения кота в сапогах», «Бык, осел и звезда» и «Приключения Незнайки и его друзей». Взрослых мы приглашаем на спектакли «Деревенская кадриль», «Дракон» и «Новогодние представления» «Ходят слухи 2». Поздравляем вас с наступающим Новым Годом и Рождеством! До встречи в театре! Мы возвращаемся к выпуску новостей. И у нас в гостях начальник отдела администрации города Заречного Дмитрий Огольцов. Здравствуйте, Дмитрий Александрович! Здравствуйте! Хотелось бы поговорить с вами о капитальном ремонте, выполненном в 2016 году. Какие здания ремонтировались и какие работы в них были выполнены? Да, охотно вам поясню. Хотелось бы вначале рассказать, что у нас в этом году, в 2016, работы проводились по трем программам. Это федеральная, это региональная и непосредственно на тех счетах, где собственники выбрали спецсчет по этим домам. Остановимся по каждому отдельно. У нас в рамках федеральной программы выполнено в этом году 6 домов. Отремонтировано капитально. Среди них заменено 12 лифтов, полностью новые уже запущенные в эксплуатацию. И по двум домам у нас проведены работы по инженерным коммуникациям. В рамках региональной программы у нас было запланировано всего 7 домов. Все 7 домов были на спецсчете. Собственники под 4 домом выбрали, перешли на региональный оператор, так как у них средств недостаточно было для ремонта. Они в начале года провели собрание, перевели свои спецсчета на так называемый общий котел в Пензу. Дальнейшие работы проводил региональный оператор. И работы непосредственно по 4 домам, а именно это у нас Ленина 58, Ленина 60, Заречная 22 и Заречная 14, выполнены. И также ездят новые лифты. Дмитрий Александрович, вы сказали об общем котле. Что это такое? Можете поподробнее рассказать мне и нашим телезрителям? Да, так называемый общий котел это у нас способ формирования, это у нас накопление средств по 6,90, которые платят собственники непосредственно в Пензе. Так называемый общий котел это региональный оператор, создан у нас в Пензе. И собственники со всей области, которые выбрали непосредственно этот способ, собирают средства, то есть аккумулируются на одном счете. И они тратятся, эти средства, на капитальный ремонт в рамках региональной программы. Чем отличается региональный, вот непосредственно спецсчет и общий котел? Вот в данной ситуации, вот именно как производить работы? На общем котле работа проводится только в соответствии с региональной программой. Раньше собственники не могут принять решение, а у тех, кто выбрали спецсчет дома, они могут в любой момент принять решение при наличии финансирования и произвести работы. К примеру, вот у нас в этом году, хотелось бы вот отдельно сказать, что 13 домов отремонтированы уже на спецсчетах канализации и системы холодного водоснабжения. По 12 домам у нас отремонтированы кровли, один дом утеплен фасад и в четырех домах заменены пластиковые окна в местах общего пользования. Скажите, а как выбираются городские объекты, в которых производится капитальный ремонт? Выбирается это два способа. Один способ, это, как я озвучил, это у нас непосредственно решение собственников на спецсчетах, то есть собственники принимают решение. Если есть финансирование, соответственно, проводятся работы. Второе, это в рамках региональной программы у нас предусмотрены непосредственные сроки и, соответственно, ежегодно администрация выпускает постановление и выпускается каткосрочный план. На 17-й год у нас вот в рамках каткосрочного плана уже запланировано 20 домов. Скажите, а кто ремонтирует, кто осуществляет ремонт домов выбранных? Ремонт осуществляется подрядными организациями, значит, у нас отбор подрядных организаций, если это ремонт на общем котле, производится у нас, значит, региональным оператором. У них в рамках 250-го постановления, проводится в Пензской области, производится конкурсный отбор и выбирается та или иная организация, соответственно, которая у нас в Пензе допущена в реестре и имеют свидетельство о допуске к данным работам. По непосредственно спецсчетам собственники сами выбирают заказчика, то есть они принимают решение о финансировании и прописывают у нас непосредственно, кто будет заказчиком, кто будет выполнять работу. То есть они могут уже непосредственно, если знают, выбрать ту организацию, которую они считали бы, что для них лучше. Либо они доверяют этой управляющей компании. Управляющая компания в свою очередь убирает данного производителя. Понятно. Скажите, а администрация каким-то образом принимает участие в капитальном ремонте и каким? Хотелось бы пояснить. Вот непосредственно с целью улучшения и ускорения проведения капитального ремонта, это было сделано в 2015 году, администрации совместно с муниципальным предприятием МОБШСК был разработан алгоритм, так называемый дорожная карта, алгоритм действий по организации капитального ремонта, где подробно проведены все мероприятия, которые необходимы выполнить ремонт. Достаточно всего от двух до четырех месяцев, чтобы провести ремонт на спецсчете. И этот алгоритм у нас всего лишь на одном листе, хотя законы у нас пишутся много-много-много-много времени и большое количество бумаги. А это мы на одном листе все изложили, коротко, понятно, для жителей. И, соответственно, данный документ у нас размещен на сайте администрации в разделе ЖКХ. Также можно ознакомиться на портале город.зет. И управляющей компанией в ЖСКХ также можно получить, можно уточнить по данным работам. Дмитрий Александрович, скажите, а когда работы по ремонту уже выполнены, ведется ли контроль за тем, чтобы все было в порядке, чтобы никаких не возникало проблем, осуществляется ли контроль? В процессе, непосредственно производство работ, совместно с жителями управляющей компании, администрации выезжают на объекты, смотрят. Жители тоже участвуют, потому что у нас в протоколе также отражены старшие, кто будут у нас участвовать в приемке. И, что самое главное, что банк не перечисляет средства без подписания собственных. То есть, собственники сами в первую очередь контролируют расходы средств. И данные средства не могут быть потрачены никуда, кроме как запланированной работы, кроме как на спланированной работы. То есть, если после капитального ремонта у жителей есть какие-то вопросы или их что-то не устраивает, они также могут обратиться и обслуживающая компания приедет и разберется в этом? Да, конечно. И обслуживающие, и управляющие компании совместно выезжаем, смотрим. Скажите, пожалуйста, а вот если говорить о 2017 году, вы уже сказали, что 20 выбрано домов. Можете поподробнее об этом рассказать? По какому принципу они выбирались и есть ли те, кто еще не принял решение? Да, по 20 домам. У нас мы принимали решение, как я уже сказал, в рамках региональной программы. Там определены сроки. Вот именно по этим домам часть, это значит у нас 6 лифтов будет, по ним уже подошел срок замены. Соответственно, на основании этого они включены были в программу. И 14 домов по инженерке. Один из этого списка, это у нас победа 30-летия, победа 11, он на общем котле. Вот данные уже по данному дому у нас проведена, региональным операторам проведена экспертиза. Разработана проектная документация и в 2017 году будут проводиться работы. Там собственники 100% приняли решение. По всем остальным домам решения до сих пор нет. Ну а в какой период они должны эти решения принять или не принять? На спецчете принять могут решение вплоть до конца срока, вот именно непосредственно плана. То есть план, если у них стоит 2017 год, весь 2017 год они могут принять решение до конца 2017 года. Если не принимают в конце 2017 года, как у нас есть, ну на примере еще хотелось бы сказать, у нас есть три дома, которые у нас в этом году как раз не приняли решение. Это у нас Заречная 10, Строителей 4 и Заречная 18. Они не приняли решение, вот в этом году были в плане. В начале января администрация будет вынуждена их перевести в общий котел в соответствии с жилищным законодательством. Ну что касается 2017 года, уже время еще есть. Да, а у них есть время на решение, то есть весь год. А аналогично, то есть если они не принимают, то это будет уже рассматриваться в 2018 году. Спасибо большое за такую подробную беседу. Я думаю, наш разговор был полезен многим нашим телезрителям. Спасибо. Спасибо вам. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить с наступающими новогодними праздниками всех жителей. Вас тоже, конечно. Желаю счастья, здоровья, успеха во всех начинаниях и хорошего настроения. Все, спасибо. Спасибо большое. У меня на этом все. Хороших вам новостей и до встречи на канале Заречный. Заречный. Заречный.